всем привет друзья и гости канала как вы видите наши зомбаки почему-то не взлюбили вот эту вот стену начали ломать и даже изнутри но и некоторые вон решили заняться гигиеническими процедурами до купаются в нашем бассейне но конечно же это не самая главная новость которую я собственно за эту длительную ночь обдумал мы скорее всего с вами сегодня отправимся вот куда-то сюда где-то здесь говорили мне завод есть и похоже вот это он да мы будем пробегать мимо вот этого посмотрим что здесь озерцо какое-то достигнем завода и посмотрим что мы там с вами найдем в этом самом заводе потому как собственно здесь нам уже с вами делать нечего огород у нас есть все есть осталось как говорится только вот прикрыть двери и потом возвращаться возможно когда мы с вами надумаем еще вернуться сюда так коля тут убрали коли нет николи нет ни зомбаков нет ни одного коли они да здесь все все подчистую вы видите что разломали зомбаки ну и как вы знаете в округе в окрестностях нашего дома очень много зомби но просто топ и мало того что мы сами видели вон туда по пути к этому озерцу где-то штук 200 их было так еще вот здесь вот шастает по всему лесу ну кстати интересно по всему по всему лесу шастает еще грубки зомбаков которые роются роют ямы что-то там вот как раз насчет о ямах да что-то в этих ямах ищут непонятно и что и вот эти вот смотрите да грубки вроде бы как и небольшие но там он штук 50 там 40 короче говоря вот они довольно таки сильно из-за них довольно таки сильно проседает fps поэтому чем дальше мы с вами будем от этих куч зомби тем легче будет и нам и компьютеру да и откровенно говоря я уже слегка подустал от их постоянных стонов да и бороться тоже с ними как-то слегка поднадоело поэтому мы бросаем с вами родные пенаты и идем куда глаза глядят так ну тут нам не нечего пока брать пороха кстати у нас нет этого нитроглицерина или что там у нас в шахтах добывается тоже нет так как шахту мы сами не гоняли хотя и собирались но мы также с вами собирались сходить к заводу поэтому давайте мы сейчас туда и направимся не забываем воду пить также пожалуй не будем забывать завтракать сразу же вот так возьмем фонарик я выложил как вы видите у меня в рюкзаке вот ну кажется что более-менее то что нам с вами понадобится пути немного строительных материалов много патронов оружие и немного еды поэтому почему немного еды если можно было бы да побольше вроде бы как затариться но я надеюсь что мы где-то тут с вами найдем хотя вот я вижу вон плита стоит но сворачивать из-за одной плиты в которой может быть и ничего не будет как-то не охота так давайте взглянем это чё у нас тут написано на вас гейн national forest был когда-то национальный лес но с него ничего тут не осталось бумага нам не нужна и разваленные разваленные старые ржавые автомобили из которых ничего не получишь даже если очень захочешь у нас бумага какая-то так кстати давайте перегрызнем чего-нибудь что бог послал дело в том что как вы помните в прошлой серии мы с вами сделали просто отличный супчик из оленины он но прекрасно я считаю что удовлетворяет и голод и жажду одновременно вот такого-то зерцо но я туда не полезу знаем уже мы с вами как зомби ведут себя в озерце вот но я эту оленину решил сохранить немножко сохранить на будущее так как неизвестно сколько у нас с вами времени уйдет и на эти путешествия и когда мы найдем в следующий раз еще еду такую которая будет ну так серьезно нам с вами помогать так я думаю что мы тут не выкопаем потому как это у нас то ли камень то ли графий только лопату поломаем а я хотел наковырять немного было земли придется тогда или топор делать так как я не топора не взял ничего не взял короче говоря я надеялся что мы с вами где-то здесь найдем бензин и мне в комментариях неоднократно уже говорили что бензин конечно же мы можем с вами найти но если пойдем пустыню и где-то там есть бензозаправка и там огромные стоят бочки с бензином так но откровенно говоря так я наверное пробежал да вот это вот это что такое тут палатка была или что-то такое ну давайте заглянем все-таки раз уж мы тут рядом да вон она палатка небольшое количество зомби тут шастает думаю нам не помеха патрончики мы берем все остальное игнорируем отлично кукин пот то бишь горшок да котелок мы сами возьмем вот здесь мы тоже наверное сможем порыться и да и да конечно вот и собственно все здесь такой небольшой лагерь туристический вот интересно все сгорело да а лагерь остался и нам дальше нужно с вами двигать куда-то но приблизительно мы вот так в том направлении пойдем с вами будем смотреть может где-то что-то остатки какие-то там плита скажем или какая-нибудь кухонная утварь где можно поковыряться но похоже что тут действительно руины руины остались вот только чуть-чуть от зданий да даже не основания кусок кусок стены уголок так ну ладно вот она нарисовалась то куда мы с вами шли и это похоже тот завода который мне неоднократно говорили если это так то это здорово это здорово мы там обязательно сами все исследуем пошастаем посмотрим чем мы можем там с вами разжиться вот единственное что в комментариях меня часто предупреждали но такие вот спойлеры да что на заводе довольно таки опасно там что-то рушится и также мне говорили вот я вижу башня 1 и 2 мне также говорили что эти башни тоже рушатся то ли если на них залезть то ли если там вот на втором этаже то ли наверху где-то короче говоря как-то они неустойчиво стоят и вот я даже не знаю стоит ли нам теперь туда переться если мне в комментариях сказали что там скорее всего смерть нашего героини ожидает как-то мне не хотелось бы откровенно говоря если бы я не знал этого да что башня рушится я бы конечно полез и возможно она бы и не рухнула но вот так если предупредили то как там не стремно откровенно говоря на рожон лезть оп заспаунили зомбаки еще немножко еды ну-ка если тут у нас канистра отлично просто отлично так как я взял бур а это значит что мы с вами как говорится живем теперь да у нас есть бур мы можем ковыряться в земле в шахту как я уже сказал я пока что не полезу у нас есть с вами что смотреть что осматривать вот целый огромный завод так кстати я пистолет же могу сменить получше взять какой-нибудь вот этот да вот тут посмотрим сейчас мы сами от бежим это здание заводское здание по периметру посмотрим что тут есть вообще где тут входы выхода и вообще как тут вот я думаю что внутрь здания как-то мне сейчас стремновато лезть я слышу что там очень много зомби и в темноте вот такой да они будут очень активны вы уже все это знаете прекрасно тут как говорится не поможет мне ничто в здании страхи можно просто запутаться где-нибудь в трех стенах упереться и просто как говорится тупо вот действительно что тупо умереть так зомби рвутся я так понимаю наружу ломают дверь и пока они не выбрались оттуда я вот знаете что хочу сделать вот такой вот небольшой финт финт не финт но вот так вот немножко сюрприз сюрприз да зомбачкам самое главное самому туда не попасть на этот сюрприз так убираем это смотрим я тут сделал вот вы видите да кампфайр и вот вы видите что здание просто огромно кишит зомби со всех сторон но и также мне конечно же было бы интересно его исследовать поэтому я думаю что мы тут с вами остановимся на пару деньков но прежде чем мы тут сами остановимся я бы хотел сделать какое-то убежище хотя бы временное и я думаю что лучшего убежищем вот этих вот башнях нам просто не придумать я вот не знаю что это за стена но похоже это металл да то ли куб металла то ли какой-то железобетон с металлом короче говоря выглядит вроде бы как но серьезно солидно не сразу его поломают вот и вот она бочка бочка который мне так часто говорили что здесь много в этой бочке бензина но также говорили что это если не аккуратность не обращаться то эта бочка может взорваться ладно мы это с вами все проверим я имею ввиду что не будем конечно же взрывать ее сразу же а проверим сможем ли мы набрать бензин и куда его набирать это кстати еще вопрос еще тот ну и вы видите что вот огромное вот такое вот здание действительно огромное сколько этажей тут пожалуй на неделю можно заострять да на неделю может быть и больше что-то красненькое такое а это у нас такая текстура вот здесь вот непонятно то ли бочка то ли что это такое и я чувствую что здесь нам нужно будет очень много факелов и также очень много вот этих вот камфаеров наделать то бишь огней костров потому как народу тут больше чем кислорода это точно и чтобы хоть как-то их замедлить нам придется с вами тут постараться короче говоря ну что я думаю давайте мы тогда где-то здесь и сделаем себе убежище вот пожалуй вот в этой вот башне чем она хуже остальных так вон то мне говорили вроде бы как ломается да но я не знаю не знаю проверять не хочу проверять я сейчас просто не хочу начнем мы с вами укреплять я думаю что сделаем здесь дверь давайте взглянем сделаем дверь также мы вот у нас есть вот такие вот материалы из вот этого сделаем потолок и стоуна да пожалуй давайте наверное сразу же и приступим к этому сделаем потолок раз-два-три четыре но вот на высоте четыре блока вот так вот кстати еще неизвестно будет ли он держаться здесь может быть какие-то подпорки нам нужно будет делать каменный то потолочек как бы не завалился вообще-то изначально я думал сделать деревянный но деревянный как вы видите у нас тут немножко не срослось нужно было наковырять дерево в лесу в принципе я так понимаю что мы можем сами дерево взять и и конкрет конкрет это у нас цемент цемент пока что не хотелось бы мне ломать так что тут у нас со временем 15 часов 15 часов давайте будем наверное как-то шевелиться да можно наковырять конечно же из того что у нас есть дерево ну вот это вот полуразрушенного дерева но оно собственно дерево такое у нас получается тогда корявая для костра пойдет по крайней мере я уверен старое дерево так хорошо что тут у нас со временем время пока есть но не очень его и много поэтому пьем едим и дальше работаем нужно поспешить потому как как говорится время у нас самый главный пока что враг так хорошо я думаю что нужно наковырять проковырять вернее здесь вот по периметру как-то вот так и здесь наставить колей колей насколько у нас хватит бензина на сколько я сейчас и проковыряю здесь так все закончился бензин ну по крайней мере хоть что-то у нас с вами есть да я думаю что зомби все равно будут ломиться вот сюда давайте мы вот этот камень соберем я думаю что еще он нам пригодится попробуем из этого сейчас камня сварганить потолок хоть это и так скажем не очень хороший камень до я сейчас посмотрю возможно там рецепт какой то есть чтобы его о вот они проломили и теперь нам не дадут спокойно житья вот сидел бы ты там где нибудь вот зачем вы все выходите оттуда да сдохни ты уже этот вот как-то странно стал смотрите да оригинально так ладно где тут у нас коле были давайте мы возьмем коле поставим эти самые коля где-то здесь оп оп еще разок давай есть отлично и пожалуй парочку я бы вот здесь вот поставил так хорошо самое главное теперь самому не попасть на эти же самые коле так и вот здесь я поставлю по максимуму здесь так как они скорее всего со всех сторон будут тут ломиться вот будет сюрприз неприятный кое-кому так из-за этой травы я сам могу напороться на коле на эти так так вот здесь с этой стороны но и здесь немножко есть нам нужно срочно делать доделывать потолок иначе тут уже время остается не так уж чтобы и много вот как-то так также я здесь поставлю пару кампфаеров этих принципе коле можно поставить даже не роя где-то вот здесь один поставлю где-то где-то второй вот тут пускай будет горит и внутри так как бы не упасть и внутри я поставлю если кто сюда и проберется то будет не такой быстрый как мог бы быть так я здесь ничего не могу сделать нет из этого пожалуй ничего не делается да ладно давайте посмотрим будем будет ли он держаться держится так здорово так где-то тут нам нужно будет лесенка вот хорошо хорошо где где факела факела срочно поджигаем этим факелом костер 1 как тут стрёмно ходить 2 3 вот уже легче также нет я не то хотел продолжаем нам нужно сами еще сделать нам нужно сделать дверь iron дверь где-то тут у нас был был ха была дверь так укин подсин металл вудендор расти металлдор в принципе расти можно сделать да но где-то тут у нас для того чтобы сделать нормальную дверь к сожалению нас не получится из-за того что у нас вот этих вот мало скреп металла ну что же будем тогда делать из этого что поделать жаль конечно же из iron вот этих вот слитков но что поделать так это все весело вот здесь вот мы тоже с вами прикроем они я уверен обязательно с этой стороны попрут также так как они здесь вот пройдут попытаются проходить то мы тут сами тоже поставим короче говоря по всему периметру вот так вот мы наставим кольев и думаю что мы должны переночевать будем так давайте мы его уничтожим чтобы не мешал нам тут строить временное жилище наше вот ну как то так мы вроде бы более менее обезопасили себя но это еще рано как короче говоря об этом говорить нам нужно внутри кое-что еще сделать так для этого я вот здесь где тут у нас есть еще четыре штуки как раз хватает для этого здесь я где-нибудь сделаю сейчас вот так вот типа подпорки вот такой вот так и где-то здесь нам нужно будет также сделать лестницу чтобы вверх пробраться где-то я думаю вот тут мы рукой сейчас попробуем разбить получится нет нет не то нам нужно срочно и где тут у нас а собственно ничего у нас и нет бензин тоже закончился а вот могу ли я заправлять или нет к сожалению да значит придется как говорится ломить рукой и время у нас уже вышло фактически времени у нас с вами уже нет так ладно я поставлю поля вон там и буду дальше продолжать вот вы видите да хоть рука не железная но тем не менее я думаю что нам удастся пробиться конечно же нужно было здесь изначально оставить дырку чтобы залезть да да согласен согласен пьем воду продолжаем есть хорошо так и где-то тут у нас были лесенки как раз их должно хватить на все про все раз два три отлично пока что все у нас с вами отлично но может быть не совсем отлично но как-то так вот поставим тут немножко освещения вот и собственно тут будем пережидать ночь посматривать если ворвутся туда то они будет для них небольшой сюрпризик когда они проломятся до сквозь проломятся сквозь дверь так и я хотел посмотреть что у нас тут вообще есть сейчас что-нибудь сейчас я думаю оживать не надо пока что да у нас с вами кстати я думаю что стоит сделать еще небольшой но так скажем еще этаж совсем уж как говорится обезопаситься вот они активизировались все понабегали шумят понимаешь житья не дают нам тут когда они проберутся сюда внутрь то мы с вами залезем на третий этаж так и нам нужны лестницы нам нужны лестницы для этого нам нужно жилой фанеру я частично вот так вот используем стики и нам нужны так вот да кажись у нас лестницы делались я уже забыл как они тут делаются эти самые ледер вот они отлично три штуки берем где-то вот тут поставим вот ну теперь вся надежда на то что вот это вот конструкция выдержит что она все таки железобетонная или железная или еще какая будем надеяться так дохнут дохнут вы слышите да что они там дохнут и я наверное попытаюсь пробить где-нибудь здесь дырочку чтобы можно было наблюдать но пробить пожалуй рукой не получится у нас да хотя смотрите вполне так получается то есть не такое оно уже и синое но будем надеяться что все таки что ночь она выстоит будем на это надеяться очень даже а вообще конечно же это глупость руками бить нужно срочно найти бензин или каким-то образом узнать поэкспериментируя среди ночи что мы можем с вами сделать с этой бочкой с бензином куда ее можно набрать так опять у нас закончился закончилась вода есть да это у нас металл это металл вон куча зомби то есть здесь вообще эльдорадо у нас настоящая да вот эту вот штуку если разобрать металла мы получим просто море здорово просто здорово ну что же я думаю что на этом я с вами буду прощаться встретимся мы с вами в следующей серии продолжим исследование так кстати нужно будет набрать еще немножко чтобы сделать камфаеров нужно будет набрать еще немного вот этого дерева нарубить встретимся в следующей серии и будем пытаться выживать будем исследовать завод освещать его как можно больше и исследовать всем спасибо кто смотрел всем пока